Здравствуйте! В эфире местное самоуправление, программа о деятельности столичных властей и я, ее ведущая, Данифат Агерова. Какие законопроекты только обсуждаются депутатами, как работают уже принятые документы, далее в эфире. В столичной администрации прошли публичные слушания по бюджету на 2013 и последующие два года. Как и на что будут тратиться муниципальные деньги, за счет чего планируется пополнять столичную казну, далее в репортаже. Публичное слушание по проекту бюджета – самое масштабное мероприятие в нормотворческом процессе городских властей. Финансовый план составлен на основе одного из вариантов социально-экономического развития республики, который некоторые депутаты уже назвали пессимистичным. Скорее всего, потому что в 2013 году планируется сокращение бюджета по доходам почти на 7%. Впрочем, бюджет города на протяжении нескольких лет дефицитный, пока в проекте разрыв между доходами и расходами запланирован в объеме 285 миллионов рублей. Однако дефицит бюджета может стать меньше, обычно так и случается. Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составят 1 миллиард 556 миллионов 583,4 тысяч рублей с уменьшением на 21,6 процентов или на 429 миллионов 613 тысяч рублей, уточненному бюджету 2012 года. Необходимо отметить, что объем безвозмездных поступлений в течение года, как правило, уточняется в сторону на увеличение. Например, в 2012 году первоначально планировалось получить безвозмездные поступления в сумме 1 миллиард 575 миллионов 510,3 тысяч рублей или 32,6 процентов к общему объему доходов. В течение 2012 года дополнительно получено 410 миллионов 686,6 тысяч рублей. Проект городского бюджета на следующие три года в целом сохранит социальную направленность. Расходы по этой сфере составят больше 70 процентов. Говоря о конкретных цифрах, в следующем году на эти цели предполагается направить более 3 миллиардов 896 миллионов рублей. На втором месте расходы на национальную экономику и обслуживание государственного и муниципального долга. Вопрос наполнеемости столичной казны из года в год становится поводом для дискуссий, споров, нередко и политических спекуляций. В Чебоксарах собирается львиная часть всех налогов, но в бюджете остается 28 процентов. Республиканские власти и госсовет объясняют это тем, что все крупные налогоплательщики предприятия республиканского значения. При этом средства на социальные программы в столицу поступают регулярно в виде адресных инвестиций. Доходы в 2013 году планируются в объеме 5 миллиардов 89 миллионов рублей. Расходы предусмотрели в размере 5 миллиардов 374 миллионов рублей. По прогнозам экспертов, общая доходная часть сократится на 6,7 процентов по сравнению с уточненным бюджетом на этот год. А это значит, что практически все статьи не получат финансирование в необходимом объеме. Впрочем, цифры далеко не окончательные. Опыт прошлых лет показывает, что бюджет столицы будет уточняться не раз. Сегодня мы закладываем на строительство полигона твердых бытовых отходов, которые на Новочебоксарском строятся, всего 35 миллионов. А сравнительно с детскими садами, которые мы на сегодняшний день заложили, где 10, где 15, где 18. Будут поступления по мере необходимости и по мере поступления денег. Мы будем их распределять по принятым программам, которые ранее приняты Чапоксарским городским собранием. И по адресной инвестиционной программе. На те цели, которые уже предусмотрены ранее решениями городских и республиканских властей. По адресной инвестиционной программе на строительство детских садов в следующем году выделят 136 миллионов. Эти деньги распределят на 6 детсадов. Самая большая сумма в 30 миллионов рублей заложена на строительство дошкольного учреждения на 240 мест в юго-западном районе. Что касается незавершенного строительства Погладкова, то средства пришлось распределить на другие объекты. Да, мы будем, конечно же, закладывать. Почему пришлось перераспределить? Буквально недавно. Так как подрядчик не успевает осваивать средства, чтобы средства эти просто не пропали, а использовались на нужды города, мы вынуждены были перераспределить. Это, конечно же, вовсе не означает, что мы в дальнейшем не будем настаивать на этом строительстве и с подрядчиком будем работать. В том числе и вплоть до того, что если на это понадобятся такие средства, как и замена подрядчика. Горожане, принимавшие участие в публичных слушаниях, пришли со своими предложениями. К примеру, вопрос о предоставлении льготы на посещение бани инвалидам третьей группы продолжили обсуждать на президиуме Чебоксарского городского собрания. Здесь нужно уточнять бюджет, считать и прикидывать, может ли город взять на себя такие обязательства. Впрочем, возможно, это будет и не городская забота. Мы же хотим со следующего года сделать вот эти услуги бань, льготу за счет предприятия и за счет бюджета. Сейчас депутаты готовятся к заседанию городского собрания, где народные избранники должны будут принять бюджет на три года уже со всеми поправками. Большое событие в жизни молодых чебоксарцев. Город обрел новый парламент молодежный. Он сформирован при Чебоксарском городском собрании депутатов. Это не первый шаг правительства республики в рамках молодежной политики. Общественно-молодежная палата существует при Госсовете Чувашии. Также при главе республики работает молодежный кадровый резерв. В первом заседании молодежного парламента при ЧГСД принял участие глава города Леонид Черкесов. Он выразил надежду, что благодаря новому консультативному органу столичная молодежь будет грамотнее в политических вопросах. В списке 33 фамилии. Студенты, предприниматели, служащие, работающие на производстве и в учреждениях. В предстоящей деятельности юношам и девушкам необходимо отнестись с огромной ответственностью. Сейчас мы будем как настоящие депутаты вести работу. Вы вот сидя в этом зале тоже уже как молодые депутаты будете принимать решения. Вместе с депутатами молодые парламентарии будут работать над законопроектами в сфере развития младежного предпринимательства, социальной политики. В полномочия младежного парламента войдет разработка различных проектов, а также их передача на рассмотрение Чебоксарского городского собрания депутатов. На первом заседании избрали председателя, заместители секретаря, утвердили регламент, структуру комитетов и наметили планы на ближайшую перспективу. За основу нашего регламента мы взяли уже утвержденные и рабочие регламенты наших коллег в других регионах. Этот вариант регламента был разослан всем членам молодежного парламента, после чего каждый мог внести свои корректировки, предложения. Нам поступило более 15 предложений по нескольким пунктам данного регламента. С учетом данных поправок, аркомитет на собрании внес свои предложения и передал регламент на согласование в ЧГСД. Возглавил младежный парламент начальник механосборочного производства Чебоксарского агрегатного завода Алексей Эльбеков. Его активная позиция прослеживается и на работе, и в общественной жизни. Хочу, чтобы наш молодежный парламент реально приносил результаты. Да, будут споры, будут дебаты, да, мы будем принимать сложные решения. Как говорят сами молодые парламентарии, такой орган, несомненно, был нужен. Это подтверждают и коллеги из других регионов. В идеале, молодежный парламент должен быть во всех крупных муниципалитетах. Тогда и вся молодежная политика станет более адресной и эффективной. Члены парламента настроены по-боевому. Это стало ясно уже на первом собрании. Первое собрание ожидалось, что будет очень жарким, сложным, потому что все только начинается. Было очень много вопросов, было очень интересных споров именно о том, как мы пойдем дальше, что мы делаем. Но самое главное мы сделали. Мы приняли регламент, мы выбрали зампредседателя, председателя, зампредседателя и секретаря. И определились с наименованием именно постоянной комиссии, где ребята смогут работать. В первую очередь мы пришли сюда для того, чтобы научиться, для того, чтобы посмотреть, как это все работает, быть участием, частью этого процесса. Ну и, конечно же, каждый из нас пришел сюда со своими идеями. Самое главное определиться нам с количеством комиссий и определиться, что конкретно, какие конкретные вопросы будут комиссии решать для себя. А потом уже будут у нас предложения, потом уже мы будем решать и вносить какие-то предложения. Мое первое предложение будет касаться общественных организаций, спортивных общественных организаций, чтобы они не были у нас, как сейчас, ищут спортзалы, ищут там, где они могут преподавать. Столичные власти ждут от молодых парламентариев смелых идей, интересных проектов и новых подходов к решению молодежных проблем. Времени на раскачку молодым людям не нужно, впереди Новый год и рождественские праздники уже близко. Нужны новые идеи, конструктивные предложения, а главное – рабочие руки, ведь любой праздник – это чья-то работа. Золотой запас нужен всем, нашей республике в том числе. Председатель молодежного парламента Алексей Эльбеков из их числа. Он также входит в молодежный кадровый резерв, обладая новаторским потенциалом, управленческими навыками. Он успешно проявляет себя в профессиональной и общественной деятельности. Алексей Эльбеков, несмотря на то, что ему всего 25 лет, на Чебоксарском агрегатном заводе специалист известный. Восемь месяцев назад ему доверили управление механо-сборочным производством номер один и назначили начальником. Алексей пришел на час восемь лет назад простым токарем-расточником третьего разряда. На работу ходил ночью, а днем учился в МАДИ. Сейчас Алексей является председателем Совета молодежи агрегатного завода. Был лауреатом стипендии президента Чувашской республики. Алексей не только умелый руководитель, но и спортсмен, активный общественник. Все живут в своем мире. Интернет, семья, все, скажем так. Не волнует, что творится в правительстве, не волнует, что творится в стране. А нужно как-то максимально заинтересовывать. Я добровольно пошел лишь для того, чтобы максимально повысить свои знания. Это дает колоссальный опыт общения с людьми. Это все на сегодня. Программа «Местное самоуправление» и я, Дани Фатагирова, прощаемся с вами. Всего доброго.